Жители Золингена всё ещё в шоке. 23 августа во время городского праздника 26-летний сириец зарезал трёх человек и ещё восьмерых ранил. За эту атаку взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство», запрещённая в России. Резня в Золингене – лишь один эпизод из целой серии исламистских атак по всей Европе, совершённых за последний год. В то время, как многие другие, властям удалось предотвратить. Как группировке удаётся вербовать людей в Европе? Так называемое «Исламское государство» – это отколовшаяся от Аль-Каиды группировка, которая 10 лет назад быстро захватывала огромные территории в Ираке и Сирии. Она провозгласила создание халифата на Ближнем и Среднем Востоке. В интернете появились видеозаписи жестоких убийств. Боевики-исламисты обезглавливали так называемых неверных, попавших в плен. С самого начала группировка вербовала молодых людей со всего Ближнего Востока и Европы, используя пропагандистские видеоролики. Международная коалиция разгромила ИГЭ. Но пока группировка терпела поражение на поле боя, она начала серию смертоносных терактов в Европе – в Париже, Ницце, Берлине, Лондоне. Во многих случаях предполагаемые преступники, многие из которых погибли в перестрелке с полицией, были радикализированы и завербованы через интернет. В основном это были молодые люди, в последние годы даже подростки. Некоторые из них выросли в мусульманских общинах во Франции и Бельгии. А в последнее время многие перебрались в Европу из мусульманских стран, получив отказ в убежище. Пропаганда ИГЭ, распространяемая в интернете, поощряет их недовольство. Группировка стремится дать проблемным молодым людям чувство идентичности, предлагая действовать, исходя из чувства несправедливости, призывая мстить за убийство мусульман западными странами или убивать тех, кого они обвиняют в неуважении к исламу. ИГЭ также предоставляет инструкции по совершению массовых убийств. Война в Газе дала свежий материал. Изображения страдающих палестинцев подпитывают нарратив о несправедливом для мусульман мире. Экстремисты используют нынешний конфликт на Ближнем Востоке для мобилизации сил, считают эксперты. Так, нападавший в Золингене, как утверждается, действовал, цитата, «из мести за мусульман в Палестине и других странах». ИГЭ также подпитывает раскол в западном обществе, который разжигает своими атаками, вызывая в обществе антииммигрантские и антимусульманские настроения. Что, в свою очередь, приводит к тому, что люди в мусульманских общинах чувствуют себя ещё более изолированными. Власти и ведущие соцсети приняли это к сведению и удалили с основных платформ аккаунты, связанные с ЭГЭ. Но группировка по-прежнему вербует людей через Телеграм с помощью приложения для передачи зашифрованных данных, а также в Даркнете, где у неё есть свои сайты. По подсчётам экспертов, с 7 октября прошлого года, когда Хамас напал на Израиль, количество терактов и попыток нападений в Западной Европе увеличилось в четыре раза.